Валерий Гаркалин Для меня это, прежде всего, драматург, потому что, если говорить на чистоту, литература, основа любого спектакля должна быть в полном порядке, безупречной. А Азаровский, такой автор нашего русского сознания, он уже четвертый в моей биографии. И я не устану его играть никогда, потому что это подлинная русская словесность, забытая сейчас, к сожалению, в нашей стране, уходящая. А вот драматург, если мы его играем, мы возвращаем зрителей в русскую словесность, так скажем. И тем не менее это комедия? Ну, у него, знаете как, его так и называли русским Шекспиром, у него высокая, если уж комедия, она высокая, не бытовая, не так, как ее пытались нам представить старшее поколение, потому что этот автор пронзительный и фантастический, с внутренней духовностью такой. Поэтому у него, если комедия, то высокая, трагедия тоже высокая. А вот вы сказали из раза в раз, и мне как раз хочется дополнить эту мысль и спросить, из раза в раз вам, как актеру, как профессионалу высокого уровня, не сложно ли находить что-то новое, что-то интересное, вот каждый раз в этой постановке, чтобы и вам каждый раз это было интересно, вам играть? Ну, во-первых, здесь, это одна из лучших его пьес, Островского, я имею в виду лес. Если говорить конкретно об этом драматургическом произведении, то я считаю ее действительно одной из лучших, потому что здесь автор приблизился к самой потрясающей идее, теме художественного творчества и реальности жизни. Вы понимаете, он попытался понять, где же начинается эта реальность, которая называется жизнью, и прекращается условность театральная. И вот он сдвинул эти два, казалось бы, взаимоисключающих момента человеческого сознания и объяснил человечеству, что одно без другого, оказывается, жить не может. Но там вот если по-простому, герои пытаются себе добыть тысячу рублей, они им эти тысячи рублей очень жизненно необходимы. А вам приходилось, у вас деньги когда-то испытывали на прочность, на человеческую порядочность? Нет. Я хочу сказать, что кто-то сказал, что деньги, конечно, зло, но придется с этим мириться. Потому что, к сожалению, чтобы прожить хоть один человеческий день своей жизни, нужны деньги. Так это трудно себе представить, что не единым хлебом будет жить человечество. К сожалению, это так. Но у Островского это только внешняя сторона дела. На самом деле, они все в поисках счастья, человеческого счастья. Я правильно понимаю, что антреприза – это бизнес-проект? Любая антреприза? Нет. Так нельзя отнестись. Любой театральный спектакль любого театра тоже является бизнес-проектом. Там тоже вкладываются деньги, покупается декорация, создается. Все это как делается в другом любом спектакле. Здесь нельзя, так сказать, отличать это искусство от другого. Там нет политические различия. Единственное, что действительно существует в интерпризе и нет в академическом театре – это гонорары, которые получает каждый раз артист за каждый отдельный факт существования в сценических условиях. Вот и все. А в академических театрах, к сожалению, это происходит раз в месяц. И не всегда это устраивает. Вот ты получишь свои несчастные детычи. А здесь по факту ты играешь, ты получаешь деньги. Вот это вот такой, так сказать, капиталистический подход к этой жизни, да. А вот эту нестабильную ситуацию, которую сейчас у нас в стране, вы почувствовали на спектаклях? Нестабильную? На отдаче. Экономическую нестабильность. Ну, как вам сказать, это всегда было нестабильно. И мне кажется, что люди наши, ну, одной шестой части, уже к этому привыкли. Сейчас ведь главное вот что – сохранить стремление к духовной жизни. Театр дает только возможность. Поэтому, когда люди приходят в театр, они приходят за это внутреннее ощущение себя в мире и пространстве, а не то, что приносит, ну, какую-то временную, такую легкую добычу. Я сейчас не конкретно об этом спектакле, а обо всех спектаклях, постановках, в которых вы играете. С каким бы чувством, на ваш взгляд, должен зритель выходить из зрительного зала? Это всегда одухотворение. Всегда прозрение, открыть радостное ощущение мира. Да. И радостное ощущение мира. И радостное, конечно. Театр несет радость. Даже если это трагедия и драма. Абсолютно верно. Это всегда в конце – радость. От полученного удовольствия. Да. Вы как педагог, который взаимодействует со студентами, учит их. Вот что бы вы хотели до них донести обязательно, от себя, от сердца, может быть, даже не как профессионал, а как человек? Есть вот такой посыл, который для вас очень важен? Ну, я считаю, что те ученики, которые прошли через мое сознание, актерское, художническое, какое хотите, если они остаются учениками и продолжают учиться, ну, не у меня, а у жизни, то они станут художниками. Если дух ученичества исчезнет из их жизни, то художнику берет хана. Поэтому я вот, когда их с ними расстаюсь, после четырех лет общения с ними, я всегда напутствую именно этим пожеланием, чтобы они не прекращали учиться этой профессии, учиться и учиться и учиться. А какой-то совет в жизни, не в профессии, а в жизни вы им даете? Ну, что касается советов жизненных, я считаю, что не каждый педагог, и вообще, мне кажется, каждый педагог уже не имеет права брать на себя функцию жизни. Это уже сама жизнь научит человека что-то делать, а что-то не делать. Понимаете? Здесь я плохой советчик, потому что я занимаюсь только профессиональной работой. Да, она берется из самой жизни, безусловно, знание о ней, о профессии. Но тем не менее, когда наступает уже момент, куда идти, работать, что выбирать, это я предоставляю делать самостоятельно каждому. Но они же все равно приходят к вам советовать. Они советуются, я что-то могу посоветовать, но только на первых порах. Все равно выборы ставятся все за ними. Важно научить их самостоятельно делать выбор. Вот что важно. В жизни? Конечно. Именно этому вы их учите на своем курсе? Да, именно этому учат жизнь. Мне показалось, что вы свое кукольное прошлое не очень любите вспоминать. Это правда? Почему нет? Это было замечательно. Это юность была. Я, будучи кукольником, познакомился со своей женой в кукольном театре. Почему ее? Это принесло мне счастье. Этот жанр принесло мне счастье. Человеческое счастье. И тем не менее, вы в нем не остались. Вы не стали продолжать театрику. Нет, я просто продолжил другую биографию. Другую часть биографии. Но одно вытекало из другого. Здесь нельзя, чтобы это закончилось, а это началось. Нет. Оно как-то стало вытекать. Я ушел за шерму. Вот и все, что произошло. Никаких трагедий, ничего личного. А руки сейчас не хотят еще раз попробовать? У нас прекрасный театр кукол. А нету возможности? У меня очень много других заданий. Поэтому мне трудно сейчас что-то отвлекаться на какие-то другие. Уже пройденные вещи. Эти навыки, полученные в кукольном театре Образцова, вам помогли в актерской карьере? Это же совершенно что-то необычное. Мне как-то уже задавали этот вопрос. Я не анализировал свою жизнь с этой точки зрения. Безусловно, что-то одно влияло на другое. Не может такого быть, чтобы все прошло незаметно для моей жизни. Нет. Это, конечно, имело какой-то смысл. Что в этом был. Чтобы быть кукольником, потом можно стать неплохим артистом. Только потому, что кукла и жанр, во-первых, древний, во-вторых, острый, подлинный театральный язык вырабатывается в кукольном театре. Что нельзя сказать о психологическом театре. Но вот я применялся в этот психологический театр, ощущение кукольного театра. Поэтому, может быть, так можно сказать, что это имело огромное значение, как я начинал свой путь в биографии. Вы еще не разучились влюбляться? Я ни в коем случае не обидеть. Мне уже кажется, что я уже очень сложно во что-то влюблюсь. В человека, в действия, в произведения. А у вас? Ну, я недалеко ушел от вас. Поэтому у меня тоже бывают минуты, когда я чем-то увлечен или кем-то, или в связи с чем-то, в связи с кем-то. Но с возрастом это же сложнее. А иначе жизнь становится тогда... Ее нет тогда. Получается, что она вроде бы где-то есть, но не про тебя. А когда ты в ней участвуешь увлеченно, принимаешь ее условия, вот тогда начинаются подлинные жизненные ситуации, которые ты пытаешься решить для себя. Ну, вот я сейчас ни в коем случае не о личном, но вот во что вы в последнее время влюблялись? Ну, я не могу сказать. Мне нравится, я влюбляюсь в пьесы, в драматургов, в своих партнеров. У меня очень много объектов, поэтому... Влюбчивый человек. Да. Валерий Борисович, спасибо вам большое. Мы вам желаем только аншлагов. Это было ЕТВ, телевидение «Мнение». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова